Энергии вознесенных учителей и доброжелательная миссия вокруг Земли. Автор НД читает Лора. Сдвиг сознания, происходящий сейчас на Земле, это сложный процесс, распутывающий множество узлов, перемешивающихся энергии с человечеством, постепенно выходящим в свет. Временами это мучительное путешествие, однако в небесах есть настоящая армия сторонников и противников, решительно готовых к проявлению новой парадигмы и новой эволюции человечества, чтобы идти вместе с ним. Центральными в этой поддержке являются уже вознесенные существа, те, кто прошли через множество воплощений и теперь проживают в более высоких измерениях, помогая переходу. Как они проводят наиболее эффективную работу и как вы можете соединиться с ними, чтобы лучше осветить свой путь. Энергии вознесенных учителей. Первое, что нужно сказать, это быть осторожными в создании личности вокруг них. Риск состоит в том, чтобы не создавать иконы, которые сознательно и подсознательно возводятся на пьедестал, которые затем становятся бессильными. Их целью является расширение возможностей независимых душ. Я вспоминаю одну из моих ранних взаимодействий с этими существами. Я был в походе, медитировал в местах высокой энергии, открывая связи с более высокими измерениями. Когда группа прошла сквозь меня, меня заинтриговала их индивидуальная подлинность, но с самого начала было ясно, что прежних личностей, которые были воплощены, больше не существует. Именно энергия имела огромное значение прямо сейчас. И они работают вместе со мной. Как мне тогда лучше узнать вас? Я внутренне спросил. Просто как цифры. Пришел ответ. В том лагере, в который я прибыл в тот вечер, мне нужно было настроиться на Wi-Fi, для которого код доступа был 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. С группой я почувствовал невероятную теплую и благотворную связь, направляющую руку посветления сквозь тьму. Я осознал, что цифры на самом деле имеют более глубокое значение, потому что они соотносятся с лучами сознания единства, из которых формируются разумные и чувственные души. И как затем энергии вознесенных учителей работают с новыми душами. Таким образом, каждая цифра связана с лучом сознания и всего их 7. 7 качеств души, которые смешиваются, образуя то, что называют лучевой гармоникой души. Возможно, есть больше лучей. Однако мне был дан упрощенный круг для семьи и для моей работы. Каждый луч резонирует с ключевым аспектом подлинного бытия для вашей души. Лучи, к тому же, указывают на существенные ключи возможностей выражения и развития. В любой данной вам ситуации, в любых жизненных проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, когда вы не знаете, что делать дальше и где ваше бытие стремится развиваться, я говорю вам, что то, что вы действительно ищете, является ключами для активации новых аспектов ранее без действующего бытия. Когда эти частоты оживают в вас, формируется новое развитие и мир проявляется вокруг вас по-иному. Новые, более согласованные выборы формируются сами собой. Следовательно, нахождение этих ключей может быть совершенно бесценным. Владыки лучей. Работать с людьми не всегда легко в этой плотности. Разум эго хочет быстрых и готовых ответов на сложные проблемы. Тем не менее, истинно развитое сознание не даст вам ответов ложкой, потому что это может привести к лишению сил. Так вы учитесь полагаться на внешний авторитет по отношению к себе, который может ограничивать рост души. Когда бы я не нуждался в ясности, я осознавал, что настоящий ответ, который я искал, это новый аспект бытия. Конфликт выбора происходил только потому, что я не мог в тот момент следовать за душой, которая просто желает течь. Поэтому в любой трудный момент ключом является нахождение нового аспекта бытия, который сейчас желает высвечивать. И именно здесь энергии вознесенных учителей начинают работать. В любой момент затруднения, если вы их призовете, они будут резонировать с частотами бытия, которые вам сейчас нужно испытать и воплотить. Они не дадут вам ответ, а скорее предложат проницательные размышления и резонансы, возникающие внутри, которые вы можете почувствовать. Самое главное, что это ваши частоты, возникающие как аспекты вашей души, которые сейчас пробуждаются. Энергии вознесенных владык способствуют этому. Это очень сложная и одновременно утонченная форма руководства. Вознесенных учителей также часто называют чуханами. Это означает владыка каждого луча. Однако мне было дано понять, что идея владыка несоизмерима с тем, где находится их сознание, так как они не ищут ни рангов, ни титулов. Лучшее описание, которое пришло мне, чтобы описать их функцию, это тиллерс, инструмент, раскручивающий рычаг. Лучей. Они усиливают и придают резонансный раскручивающий момент определенному лучу бытия в определенном месте сворачивания, чтобы вы могли почувствовать выровненный резонанс истины и воплотить его как свой собственный. Затем вы, скорее всего, обнаружите, что путь открывается для вас самым волшебным образом, который вы раньше не могли предсказать. Опасаясь обмана. Я встречал много сущностей в небесах, которые маскируются под вознесенных учителей, которые на самом деле пытаются только получить энергию тех, кто следует за ними. В этом случае, когда вы открываетесь возможности работать с подлинными энергиями вознесенных учителей, вам необходимо применять осторожное распознавание. Подлинная группа всегда будет работать над тем, чтобы расширить вас как независимое существо. И несмотря на то, что энергия здесь, чтобы помочь, она не ищет вашей верности или поклонения. Вам всегда дается энергия и возможности, которые вы осознаете и возвращается к вам. Если вы неожиданно встретитесь с такой группой, в измерениях вокруг вас, я бы, безусловно, поощрил исследование, потому что связь может быть очень освещающей и благотворной, но я бы предложил начать с четкого заявления о внутреннем выравнивании. Что-то вроде «я приглашаю вас работать со мной, если только у вас самые высокие интересы ко мне в сердце». Это обычно помогает прояснить путь с подлинным соединением, но всегда сохраняйте проницательность, когда отношения разворачиваются, растете ли вы или развиваетесь как независимое существо из этого взаимодействия. Энергии вознесенных учителей могут оказать глубокую поддержку в путешествии, освещая путь в самых испытывающих и запутанных ситуациях. Однако продуктивно работать с ними значит знать, как они действуют. Они просто не дадут вам прямого ответа, что делать сейчас, потому что это противоречит их основному предназначению, расширению возможностей независимых существ. Тем не менее, что они сделают? Они предложат вам размышления, что наиболее эффективно, и спросят, как вы к этому относитесь. Таким образом, они помогут построить структуру исследования, чтобы вы могли лучше видеть новые аспекты возникающего подлинного «я». 5 рекомендаций для наиболее эффективного использования энергии. Первое. Вы должны начать с обращения за их поддержкой. Ни одно по-настоящему доброжелательное существо не войдет в ваше пространство и не будет стремиться каким-либо образом влиять, если только душа не призывает к этому. Поэтому, если вы желаете работать с этими энергиями, просто войдите в сердце и пригласите доброжелательную связь. Имейте в виду, что какая бы энергия ни приходила, она должна иметь к вам только самые высокие интересы в душе. Второе. Перейдите от нужды к намерению момента. Идите из места активного внимания, где ваше сознание открыто, и просто наблюдайте за отражениями в вашей внешней среде, на которую вы направлены. То, что будет отражено, это одна из двух вещей или обе. Первое. Аспект тени, который теперь необходимо проработать. Второе. Новый аспект бытия, который теперь готов прийти. Третье. Отпустите потребность определенного результата в любой конкретной ситуации, кроме вашей собственной эволюции. Определите, на что действительно указывают признаки и синхронности. Не что делать строго сейчас, а вместо этого, как быть сейчас. Четвертое. Возьмите на себя ответственность за все, что вы проявляете вокруг себя, и честно разыщите глубину себя, которую вы проявляете. Спросите, для чего я это создал? Что эта ситуация раскрывает для меня? Как я могу быть больше себя, истинным я в такой ситуации? Задайте вопрос и наблюдайте за размышлениями. Помните. Вы ищите новый способ быть. Пятое. Практикуйте уединение и глубокую тишину. Вам необходимо будет смягчаться и успокаиваться через чакры, и в более высоких измерениях, чтобы по-настоящему прочувствовать их. Таким образом, отношения становятся активным потоком с внешним. Так что следите за новым танцем, который теперь желает раскрыться из вашей глубокой тишины и резонанса подлинного бытия. Вознесенные учителя в переходе Земли. Прямо сейчас Земля и вся разумная жизнь на ней решительно жаждут новой гармонии и выравнивания новой парадигмы беспристрастности и справедливости, где вся жизнь священна и почитаема. Все же мы должны быть терпеливыми. Свету необходимо постепенно прорываться, поскольку каждый распутывает себя от кармических сворачиваний прошлого. Это карма, вызванная контролирующим межпространственным вмешательством, которое охотится на искаженную плотность и отсутствие независимости души. Это встроено множеством завес затемнений, последний из которых являлся искусственный интеллект. Технология 5G, которая может сильно искажать и разъединять с сознанием более высокого измерения. Энергии вознесенных учителей работают с огромным множеством ангельских существ, которые собрались издалека и пересекли обширный космос, чтобы поддержать человечество и планету в перестройке от этого вмешательства. Но речь идет не о противопоставлении этим группам вмешательства, скорее о решительном сообщении о том, что контроль и манипулирование в конечном итоге не работают, что выравнивание с универсальным потоком ведет к истинной гармонии и миру. Передавая эти резонансы бытия, постепенно каждая душа найдет свой путь к более соразмерной и соответствующей реальности для своей чистоты, часто возвращаясь к созвездиям, из которых они пришли. Итак, здесь есть группы из Плеяд, из Арктура и Андромеды, из Сириуса, Орионы и Драка. И это лишь некоторые из них. Энергии Вознесенных Учителей работают с этими группами, чтобы способствовать Великой Перестройке, которая разворачивается. Постепенная и устойчивая, требующая распутывание множества узлов, поскольку Земля ведет всех вперед, когда она поднимает свои вибрации на новую парадигму 5D, 6D, 7D. Ключ в том, чтобы быть терпеливыми, но усердными. Речь идет не о попытке навязать новую реальность здесь с помощью интеллекта. Скорее, это работает на раскрытие нового человеческого сознания и шага вперед с подлинным выражением этого. Мы можем быть твердыми и решительными. Да, но также мы можем позволить открыть пространство для высшего сознания, втекать внутрь вас и сквозь вас, затем новая реальность постепенно обретет форму. Человечество достигает совершеннолетия в новой парадигме бытия. Я нашел энергии Вознесенных Владык действительно согревающими, волшебными и величественными в работе. Вне всякого сомнения, они осветили мой путь во времена турбулентности и испытаний. Но, что самое важное, мне пришлось вначале освоить, как лучше всего с ними работать, не нуждаясь в этом быстром решении или ответе. Вместо этого вспоминая, о чем это все на самом деле. Каждая отдельная ситуация сама по себе настраивается так, чтобы способствовать проявлению большей самореализации и подлинного выражения. И больше ничего не происходит. Речь идет о терпении, но также о приверженности своему собственному путешествию и суверенитету. Речь идет о принятии ответственности за жизнь, которую вы создаете. Мы можем обратиться за поддержкой и рефлексивной помощью. Да, поскольку мы также являемся коллективными существами, которые учатся и развиваются вместе, отражая подлинное бытие друг к другу. И для меня Вознесенные Учителя работают точно таким же образом, потому что всегда есть что-то, что необходимо освоить. Тогда мне стало ясно, что истинный Вознесенный Учитель находится в той точке своего путешествия, где они знают себя, как вечного ученика. И это то, что я бы посоветовал всем из моего опыта работы с ними. Когда вы помните, что основная цель каждой ситуации осознать и выразить более глубокий аспект себя, тогда проблемы, которые вы пытались выяснить, начинают таять. Туманные облака омрачения очищаются. И путь вперед, шаг за шагом раскрывается перед вами. Поэтому, если вы чувствуете резонанс от того, чем я поделился, я призываю вас исследовать связь с энергиями Вознесенных Владык. Это работа с удивительным доброжелательным сознанием. И когда мы понимаем, как лучше всего это сделать. Автор Оопен перевод НД Маленькое дополнение. Конечно, эту статью желательно посмотреть несколько раз. Но хочу сказать, что здесь не прозвучало слово доверие. Без нашего доверия, которое имеет тоже степень глубины, навряд ли вы сможете взаимодействовать с такими Вознесенными Учителями, например, как Христос, как Сен-Джермен. И вот только что были выложены ролики об энергиях. Советую посмотреть их всем. Один из последних роликов, которые я выложила, это есть Кристалл Любви. Так вот, если вы будете находиться в своей сердечной чакре, своим вниманием, своей осознанностью, то тогда связь с Вознесенными Учителями будет гораздо гармоничнее. И по моему опыту могу сказать, что связываться с Учителями или призывать какие-то энергии следует все-таки в очень спокойном, уравновешенном состоянии. И тоже на канале я выложила вам медитацию выравнивания по Божественной оси. без этой медитации выравнивания по Божественной оси. Ну какая связь? Ну какая? Я хочу. Это не работает. Должна быть синхронистичность. Понимаете? То есть вы в такой спокойной, умиротворенной, радостной, глубокой тишине и тогда вы налаживаете связь с вашими Вознесенными Учителями, с энергиями любви, с энергиями Творца, с энергиями Вознесения. Это да. Тогда это работает. И конечно важно работать с любыми энергиями дозированно наблюдая за собой. С вами в спокойствии и мирном состоянии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok